В данном видео я хочу обсудить дорожную карту Dragonflight, обсудим цены на голду и стоит ли начинать рмтшить в WoW, а также немного поговорим о проектах, которые можно попробовать освоить. Прежде чем начать, хочу пригласить всех в наше рмт-сообщество в дискорде. У нас вы сможете моментально продать свою голду в любой игре нашим скупщикам золота. В сообществе можно дешево создать турецкий, евро или американский аккаунт и оплатить другие услуги WoW. Для новичков в я провожу бесплатные консультации, пишите и записывайтесь. Также у нас в дискорде можно почитать бесплатные гайды и статьи из рмт-базы знаний и от гайдеров-партнеров. Сперва хочу сделать очень важное объявление. В сообществе League of Grid вы сможете обучиться рмт в Ифонлайн с нашим наставником Фейспалм. Он поделится с вами опытом и выведет вас на фарм с нуля. Напишите ему, если заинтересовались. Далее мне хотелось бы обсудить WoW Dragonflight. Какую дорожную карту на 2023 год подготовили для нас Близзарды? И как она скажется на нас с вами? Хотелось бы поговорить о ценах на золото и ресурсы. Почему они так стремительно падают вниз? Стоит ли ждать роста? Нужно ли держать золото, чтобы позже продать подороже? И еще нужно разобрать очень частый вопрос. Где, что фармить? Какие варианты фарма остались? И стоит ли вообще начинать карьеру WoW Dragonflight? Итак, давайте начнем по порядку. С разбора дорожной карты. На ней мы видим, что до конца февраля выйдет обновление 10.0.5, которое привнесет в игру совсем незначительные изменения. А именно улучшение работы аукциона, будут добавлены новые локальные задания и появится возможность применять трансмок с белых и серых вещей. Весной мы увидим патч 10.0.7, в котором игроки вернутся в запретный край, вероятно выполняя новую цепочку заданий. Появятся новые наследуемые предметы, а также некие праздничные обновления. Наконец, патч 10.1. Выйдет примерно в апреле или мае. И данное обновление для нас выглядит куда более интересным, нежели все предыдущие. Нас ждет новая зона, а это новые споты с новыми ресурсами. Новый рейд, в котором, возможно, будет увеличен уровень предметов боя вещей. То есть можно будет попытаться выбить что-то дорогое и продать на аукционе. Новый пвп сезон, новый пул данжей М+, и улучшение интерфейса. Нас не особо интересует. А вот обновление в профессиях нас волнует больше. Скорее всего, дадут больше свободы или добавят новые рецепты. Возможно, что-то занерфят, или как это обычно бывает, наоборот. Игроки получат огромное преимущество и нафармят кучу голды, пока разрабы будут чинить и балансить профы. Летом и осенью у нас снова будут ждать незначительные патчи 10.1.5 и 10.1.7, в которых нам представят новое подземелье, новый ивент. Возможно, он будет профитным, но сильно надеяться на это не стоит. Далее будут улучшены все системы Dragonflight. Что именно обновят, не уточняется. Примерно в октябре-ноябре на серверах Dragonflight будет установлено обновление 10.2, в котором Близзарды добавят еще одну новую зону, новый рейд и дополнительный контент. И новые механики, что очень хорошо, поскольку это сильно подогреет интерес людей к аддону. И многие, кто ливнул от скуки, должны вернуться. И, конечно же, нас ждут новые споты, новые профитные рецепты для профессий, новые ресурсы и т.д. Меня часто спрашивают, почему так быстро падают цены на золото и ресурсы. Давайте в этом разберемся. В начале аддона, я думаю, всем понятно, почему все цены высокие и на золото, и на ресурсы. Потому что очень много людей начинают участвовать в экономике сервера. Всем нужно поскорее качнуть профу, надеть персонажа к рейду или прокачать репу и т.д. То есть спрос на все новые ресурсы очень большой, поэтому и цены соответствующие. А стоит только спросу упасть, как происходит резкое падение цен. В WoW всегда была такая плохая система экономики, и зарабатывать хорошо на протяжении всего аддона могли только боты, мультибокс или макросники с окнами. Остальные же в начале аддона получали в одно окно большие деньги, а потом все скатывалось к мизерным крошкам. Экономика в WoW на первый взгляд может показаться обычной непродуманной схемой. Но что если немного подумать, почему спустя 15 лет ничего не поменялось? В начале аддона все ресурсы стоят дорого, и продать их можно дорого. То есть Близзы сперва приманивают абсолютно каждого игрока и Рэмтэшера, который сможет себе позволить купить аддон. Игроки знают, что их ждет куча интересного контента, а Рэмтэшеры знают, что их ждет крутой заработок, хотя бы первые два месяца. Далее происходит падение цен. Соответственно, очень много Рэмтэшеров отсеивается. Кого-то забанили, кого-то не устраивают цены, и они уходят. А если уходят Рэмтэшеры, то цена на золото должна подниматься, потому что генераторов голды стало намного меньше, из-за чего ее стоимость и должна подниматься. Если уходят отсеянные Рэмтэшеры, то остальным нужно начать добывать столько золота, чтобы они имели мотивацию вообще этим заниматься. То есть нужно подключать больше окон. А это прибыль для Близзов. Сюда же можно плюсануть прибыль от банов Рэмтэшеров, которые не унимаются и покупают аккаунты снова и снова, потому что деваться некуда. В итоге схема Близзов предельно ясна, и мы получаем некий порог вхождения, который осилить могут лишь небольшой процент Рэмтэшеров. Купить три аккаунта уже обойдется вам примерно в 12 тысяч рублей. Не все готовы столько вкладывать и не у всех есть вторые ноутбуки. К чему я клоню, сейчас очень много Рэмтэшеров и большинство из них хотят срубить немного денег на чили. Не все готовы вкладывать много сил и личных денег, чтобы зарабатывать, поэтому цена на золото сперва проседает, а потом снова растет. Стоит только немного подождать и все выровняется. Но это не значит, что нужно добывать голду и не продавать ее. Никогда не держите золото, а всегда продавайте. И если хотите хорошо зарабатывать, то фармить нужно минимум двумя окнами. Стоит ли начинать Рэмтэшить WoW в Dragonflight? Мой ответ – да, стоит, потому что игра позволяет зарабатывать деньги. Онлайн большой, спрос на голду высокий, а золото может научиться фармить любой. Но фармить много золота – это уже совсем другая история. С релиза аддона было пофикшено много хороших спотов. Однако до сих пор остались довольно прибыльные варианты голдфарма. Для снятия шкур существует по крайней мере три спота. С тканью и ресурсами для наложения чар – один хороший спот. И голдфарм на мотах по крайней мере имеет два спота. По профитности споты с кожей приносят минимум 20-30 тысяч голды в час. Мота и ткань приносят примерно 30-40 тысяч голды в час. Для сольников все еще работают маршруты по сбору руды и травы. Выходит примерно 20-30 тысяч голды в час. На аукционе есть два варианта фарма – через алхимию примерно 30-40 и через наложение чар. Профит может достигать практически 200 тысяч голды в час. Но это конечно смотря как повезет и как сильно прокачена ваша ветка профессии. Если взяться сейчас, прокачивать с нуля наложение чар, то на 200 тысяч не рассчитывайте, к моменту прокачки цены сильно упадут. Теперь давайте поговорим, какими проектами можно заняться, если вы устали от WoW или считаете, что зарабатываете мало. Расскажу коротко о каждом. Если вы любитель глубокой ностальгии и хотите вернуться во времена классических ММО, то вы можете испытать себя на прочность в Lineage 2. На пиратском сервере ElmoreLab X1. Сейчас на сервере установлены первые хроники. Серверу всего 3 месяца, а каждые несколько месяцев администрация проекта устанавливает обновления с новыми хрониками. То есть вы побываете во всех классических хрониках от начала до конца. Плюс ко всему сможете хорошо заработать, потому что за 1 миллион адены на сервере можно выручить от 2000 рублей. Если вы все такой же любитель Lineage, но хотите что-то более современное, тогда я могу посоветовать вам попробовать зайти в L2M. Готовые гайды по игре вы найдете в нашем дискорде. Их для вас подготовил гайдер-партнер Buzzerd. В L2M нужно играть большим количеством окон, из-за чего требуется хороший ПК. То есть заработок напрямую зависит от количества ваших персонажей, которые будут фармить вам игровые ценности. Не переживайте, окна будут стоять на автобое, и вашего пристального внимания требовать не будут. Следующая игра по профитности – это Albion Online. В игре очень хорошая экономика, из-за чего уже долгое время людям удается зарабатывать приличные деньги. Но хочу вас сразу же предупредить. Игра может пожирать ваши нервы. Из-за того, что любой может вас убить и забрать все, что вынесли с собой. Гайды по Albion вы также найдете в нашем дискорде. Их для вас подготовил наш гайдер-партнер Просто Никитос. Новичок может начать зарабатывать уже примерно через неделю, от 100 рублей в час. И наконец последняя игра, в которой можно попробовать RMT – это EVE Online. Игра суперсоциальная, и для соло-игроков она не подойдет. Фармить в ней также надо только окнами, соответственно нужен хороший ПК. Порог вхождения в игру высокий, однако при желании понять игру можно. Обучиться RMT в EVE Online можно у нас в дискорде под руководством нашего наставника Фейспал. Спасибо всем за просмотр, подписывайтесь на канал и на нашу RMT-базу знаний. Все ссылочки в описании под видео. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok